Приветствую всех подписчиков и зрителей моего канала. Для начала хочу извиниться за долгое отсутствие. Просто экзамены в школе на носу. Ну, вы понимаете, я думаю. А сегодня у нас посылка, которая побила рекорд размера в меньшую сторону. Потому что таких маленьких посылок мне еще не приходило. Внутри лежит картридж для DS. Опять же, с Алиэкспресс. И да, это уже третья часть обзора картриджей с Алиэкспресс. Стоит ли покупать. Что ж, давайте вместе распакуем и посмотрим, будет ли он включаться на моей 2DS. И вообще, как себя поведет и как будет выглядеть. Открыл посылку и там меня ждало вот это. И знаете, вот по первому впечатлению, выглядит очень качественно. То есть и кейс вот этот вот, и сама наклейка. Ну, давайте же откроем. Так. Сразу предупреждаю, кейс открывается с трудом почему-то. Но тем не менее, внутри нас ждет неплохой такой картридж на вид. Даже с логотипом Nintendo. И чисто вот по качеству материалов он очень напоминает картриджи для 3DS. Оригинальных картриджей для именно DS у меня, к сожалению, пока нет. Потому что не нашлось что-то нормального, что я мог бы купить в моем городе. Поэтому пока сравнить не с чем. Кроме, собственно, картриджи для 3DS непосредственно. Ну и сразу видно, их различия вот этой штучки нет. То есть в картриджах для 3DS она всегда есть. Она как раз не даст вам вставить его в DS, если что. Ну а вставить картридж от DS в 3DS вам ничто не запретит. И да, конечно же, это покемон, покемон платинум. Я был бы не я, если бы не заказал покемон платинум. Потому что первая игра для DS в моей коллекции должна быть про покемонов. Потому что, ну как иначе. Что ж, перейдем к самому интересному. Про качество я уже сказал. Оно на первый взгляд очень хорошее. И по пластику, и по качеству наклейки все похоже на оригинал. Теперь давайте вставим его в 2DS. И посмотрим, включится ли он. Или как себя поведет вообще. Итак, вставляем его в 2DS. Обратной стороной, конечно же. Еще хочется извиниться, я... Мне так и не приехал штатив пока что. Потому что я его заказал бесплатной доставкой. Так что извиняюсь за то, что с рук пока снимаю. Пока чем могу. Ну что ж, мы видим, что картридж отображается. Вот это да. И даже покебол на логотипе. Довольно-таки странно. Ну да ладно. Ну что ж, попробуем запустить. И проверить, работает ли сохранение. Первый раз запускаю игру для ADS на моей 2DS. Так, звук есть. Гейм-фрик представляет. Ладно, заставку я вас не буду заставлять смотреть. Так что сразу перейдем к сути. Ну что ж, он запустился. Это уже шикарно. Теперь попробуем начать игру. И потом проверить, работает ли сохранение. Я вам сейчас это пропущу. Потому что я не думаю, что вам очень интересно смотреть именно на игру. Вам интереснее обзор именно с точки зрения того, стоит ли покупать картридж. Поэтому сейчас я пропущу всю эту начальную настройку. Что ж, давайте попробуем сохраниться. Да. Как-то долго. Да, сохранилось. Хотя почему-то это заняло много времени. Я не знаю, как на лицензионном картридже это работает. Но давайте посмотрим, сохранилось ли оно на самом деле. И еще совершенно внезапно расскажу вам один интересный факт. Если запустить игру для DS с зажатыми кнопками Start и Select, то она запустится в оригинальном разрешении. Давайте проверим. Да, это работает. То есть игра запустилась в оригинальном разрешении. И что мы видим? Да, нам предлагают продолжить. И это значит, что все прекрасно работает. Что ж, я думаю, на этом все. Не длинный ролик получился. О том, насколько долго будет работать этот картридж, я вам сейчас не скажу, потому что я только его распаковал и запустил. Но факт того, что сохранение работает, это уже хорошо. И в следующей серии картриджа для Алиэкспресс я расскажу о том, как он себя повел через длительное время игры. Что ж, советовать его пока я вам не могу, но если у вас нет возможности купить нормальные игры для DS в своем городе, то вполне неплохой вариант. Вроде бы все работает хорошо, качество материалов очень хорошее. Даже, как ни странно, есть номер, как это называется-то, не помню, как называется-то, в общем, это последовательность символов, как на лицензионных картриджах есть здесь. То есть вот так вот странно вроде бы, и логотип Нинтендо даже. Вряд ли это лицензия, потому что заказан опять же с Алиэкспресс. Не знаю, стоит ли оставлять ссылку на магазин, в котором покупал, пожалуй, не буду, потому что, по сути, везде картриджи одинаковые. Так что ищите более выгодное предложение, которое попадется. А на этом все, спасибо, что смотрели. Ждите новых видео на игровую тематику. Постараюсь выпускать почаще, хотя сейчас подготовка к экзаменам, поэтому... Вот мало времени на это остается, все, к сожалению. А вам огромное спасибо за поддержку, я вам очень благодарен. Оставляйте свои комментарии с вопросами, оставляйте оценки под видео. Всем удачи и пока! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!